Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Ловили нарушителя, поймали злостного алименщика. В Сочи мужчина ехал по обочине и лишился своего автомобиля. Проверить, не снес ли сосед стену, можно будет и без его позволения. Судебным приставом расширят полномочия. Маршруты в горах Сочи могут досрочно закрыть из-за медведей. И виноваты в этом сами туристы. Театральный сезон откроет единственный наследник. Новый театр Сочи привлечет к постановкам и звезд экрана. Пассажиропоток на российско-абхазской границе в последний месяц лета увеличился почти на 7% по сравнению с августом прошлого года. За месяц пограничники оформили на въезд в Россию и выезд из страны больше 1 миллиона 900 тысяч человек. При этом через границу не пропустили почти 600 тысяч путешественников, которые пытались проехать по недействительным документам, либо вообще без них. Кроме того, выявлено около 3,5 тысяч россиян, которые занесены в реестр должников у судебных приставов. Увеличился и транспортный поток. В августе он составил почти 295 тысяч машин. Всего же с начала года российско-абхазскую границу пересекли более 8,5 миллионов человек. Это на 8,5% больше по сравнению с прошлым годом. Наиболее загружены в пункте пропуска утренние часы с 6 до 8 и вечерние с 19 до 23. Сейчас границу в обе стороны ежедневно пересекает в среднем 50 тысяч человек и 9,5 тысяч транспортных средств. 1200 пачек сигарет пытался пронести в Сочи турист из Абхазии. Мужчина прошел по так называемому «зеленому» коридору с большими чемоданами. Сказал, что там находятся только личные вещи. Багаж проверили с помощью рентгена. Выяснилось, что турист пытался незаконно пронести через границу 120 блоков сигарет. Это 1200 пачек. 27-летний житель Армавира пояснил, что находился в Абхазии на отдыхе. И по просьбе знакомого согласился перевезти сигареты в Россию за вознаграждение. О существующих ограничениях он знал. Сигареты изъяты и возбуждены два дела в административных правонарушениях. Я напомню, что для личного пользования разрешен ввоз 200 сигарет в расчете на одного совершеннолетнего гражданина. В Сочи на встречной полосе столкнулись две «Тойоты». Авария произошла утром на курортном проспекте при спуске с улицы Исауленка. 69-летний водитель автомобиля «Тойоты» «Лэнд Крузер Прада» не справился с управлением. Автомобиль врезался во встречную «Тойота Королла» под управлением 25-летней женщины. Пострадал ее пассажир. Ловили нарушителя, а поймали злостного алименщика. В Сочи мужчина ехал по обочине и лишился своего автомобиля. В полицию поступило сообщение о том, что в Хостинском районе автомобиль «Ауди» двигался по обочине на большой скорости, создавая помехи для попутных автомобилей и тем самым угрожая безопасности. При помощи системы «Горизонт» полиция установила маршрут движения автомобиля, машину задержали. На водителя составили два административных материала за управление без ремня безопасности и движение по обочине. В ходе проверки оказалось, что водитель, ко всему прочему, не платит алименты. В случае управления транспортным средством лицом, в отношении которого судебным приставом вынесено постановление о временном ограничении на пользование права управления транспортным средством, ответственность предусмотрена статьей 17.17 Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. Наказание в виде обязательных работ на срок до 50 часов или лишение права управления на срок до 1 года. Судебным приставам расширят полномочия. Их могут наделить правом на ревизию ремонта в квартире. Министерство юстиции приступило к разработке законопроекта, который регламентирует принудительную проверку жилого помещения в многоквартирном доме судебными приставами. Речь идет о ситуациях, когда есть данные о нарушениях при перепланировке, ремонте и установке газового оборудования. Законодательство предписывает довольно жесткие правила ремонта в многоквартирных домах, но проверить их соблюдение сложно. О размахах опасного творчества соседа жильцы делают выводы по звукам перфоратора и объему выброшенного из квартиры мусора. Попасть же внутрь и убедиться, они снесены ли несущая стена, закон запрещает. Жилище человека неприкосновенно. Механизмы, которые позволяют зайти в квартиру и оценить масштабы перепланировки, существуют, но процесс этот крайне длительный и трудоемкий. Упростить процедуру и намерены составители проекта. Предлагается разрешить принудительный доступ в помещение для надзора, но для этого, напомню, нужны основания – информация о нарушениях. Судьбу 11 проблемных долгостроев решали в Краснодаре. В краевой администрации прошло совещание Межведомственной комиссии по защите прав обманутых дольщиков. Его провел первый заместитель главы региона Андрей Алексеенко. В зале собрались инвесторы, представители прокуратуры и члены инициативных групп. Обсуждали, как завершить возведение жилых комплексов «Форт Карасун», «Талисман», «Мир» и «Луч» в кубанской столице. Где-то требуется продлить договор аренды земли, где-то подсчитать стоимость подвода коммуникаций или рассмотреть возможность проектного финансирования. А вот в ЖК «Южный» необходимо решить вопрос с земельным участком под многоквартирный дом, а также поставить объект на кадастровый учет. Этот долгострой – один из трех пилотных проектов, который будет достроен за счет средств краевого бюджета. Все эти ЖК находятся на личном контроле губернатора Вениамина Кондратьева. Достаточно много людей, присутствующих в этом зале, должностных лиц, за это отвечают. Пакет документов будет подан. Вопросы, связанные с корректировкой гранит земельного участка, назовем вещи своими именами, это вопрос технический. То есть откорректировать конфигурацию земельного участка таким образом, чтобы вот этот уголочек, о котором вы говорите, не вылезал за границу, это вопрос технический. То есть тут я не вижу никаких пока сложностей. Мало того, ведь разрешение на строительство выдавалось в рамках того земельного участка, который есть, и предыдущего проекта. Тех документов первичных, которые есть, их будет достаточно для того, чтобы поедаться на конкурс. Такие встречи в краевой администрации расширенным составом будут проходить постоянно. В целом же ситуация с долгостроями в регионе улучшается. Краевые власти помогают найти инвесторов для завершения объектов. С начала года на Кубани ввели в эксплуатацию более 2 миллионов квадратных метров жилья. Более 1 миллиона 600 тысяч гектаров планируют засеять кубанский аграрий озимыми культурами, заявил журналистом губернатор Краснодарского края. Сельхозпредприятия уже приступили к обработке полей. Фермеры обеспечены всем необходимым. Нет дефицита ни в удобрениях, ни в топливе. По расчетам Минсельхоза 94% озимых площадей будет отдано под пшеницу. Сегодня это наш главный экспортный товар, и в его качестве мы полностью уверены. Прежде всего, потому что 100% площадей засеяны семенами кубанской селекции. Ни один регион России не обладает таким мощным ресурсом по сортам озимых культур, как Краснодарский край. Семена, созданные нашими учеными, адаптированы к любым климатическим условиям. Поэтому, вне зависимости от погоды, аграрии могут получать высокие и качественные урожаи зерна. В этом году в поля выйдет более 30 тысяч тракторов, селок и другой техники. Они могут сеять до 100 тысяч гектаров ежесуточно. Кубанцы, занявшие первые места в мировом чемпионате WorldSkills, получат по 100 тысяч рублей. Их наставников также премируют на 50 тысяч. Об этом сегодня заявил Вениамин Кондратьев на встрече с призерами международного конкурса. В этом году представители региона завоевали три золотые и одну серебряную медаль. Мастера на все руки отличились в таких компетенциях, как мобильная робототехника, холодильная техника и системы кондиционирования, а также интернет вещей. Губернатор отметил, что этот успех станет примером для многих мальчишек и девчонок. Ведь именно за такой талантливой молодежью сегодня будущее не только края, но и России. Очень важно, наверное, не только в системе профтехобразования, в системе высшего образования не учить вас конкретному ремеслу с точки зрения, допустим, больших серьезных дисциплин. Не натаскивать вас на один станок, либо на какую-то линию. Не натаскивать. Потому что пока вы закончите, или через года три, это точно линия уже, либо станок устареют. Устареют. Вас нужно научить мыслить. Мыслить, даже когда этот станок, либо линия устарела, вы, люди мыслящие, уже найдете новый способ подхода к новому станку, либо к новой линии. А я всегда говорю, очень важно так научить мыслить, чтобы могли принимать решения даже в условиях полной неопределенности. А если уж говорить про развитие научно-технического прогресса, друзья, безусловно. Важно же об этом всем, чтобы мы понимали, что человек и человечество не должны потерять свою идентичность. Напомню, 45-й международный чемпионат WorldSkills проходил в Казани с 22 по 27 августа. Соревнования проводились среди национальных сборных из 63 стран мира. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. Продолжается голосование о присвоении Сочи звания «Город воинской славы». Вопрос вынесен на общественное обсуждение. Голосование проходит на официальном сайте администрации города. Вклад Сочи в победу в Великой Отечественной войне неоценим. Здесь, на перевалах главного Кавказского хребта, проходило одно из крупнейших сражений. Воины знаменитой 20-й горно-стрелковой дивизии не дали фашистам прорвать линию обороны в районе Псиашха и Аишха. Из Сочи было мобилизовано и ушло добровольцами на фронт 18 707 человек. Каждый четвертый из них не вернулся. 17 сочинцев удостоены звания Герой Советского Союза. 9 из них – посмертно. Ну и главная роль Сочи – это роль города-госпиталя. Крупнейшая госпитальная база Юга России вернула в строй около 400 тысяч раненых солдат и офицеров. Последний госпиталь был закрыт лишь в 1947 году. Учитывая эти и многие другие исторические факты, активисты сочинского отделения Российского военно-исторического общества выступили с предложением о присвоении Сочи звания «Город воинской славы». Свои предложения по этому вопросу могут выразить все желающие граждане России в возрасте от 18 лет. Голосование продлится до 14 октября на официальном сайте администрации города Сочи в разделе «Важная информация». Все мнения будут учтены в итоговом документе по результатам общественного обсуждения. Маршруты в горах Сочи могут досрочно закрыть из-за медведей. Дикие животные активизировались под конец сезона на приюте Фишт и на маршруте к Ачипсинским водопадам. Причина такого поведения известна. Оставленные на туристических маршрутах Кавказского заповедника пищевые отходы привлекают диких животных, а из-за регулярного прикорма у зверей вырабатывается привычка приходить на стоянки в поисках легкой добычи. В этом сезоне дважды, пока туристы отдыхали у большого костра в центре лагеря, косолапые провели ревизию их жилища. При этом медведи действуют аккуратно, стараясь не попадаться на глаза человеку. Случаев нападения на людей не зафиксированы. Между тем, госинспекторы заповедника отмечают, что случаи разграбления дикими животными туристических стоянок участились. В лагерь Фишт, по словам смотрителей, приходят новые, ранее незамеченные медведи. Известный польский органист примет участие в Международном фестивале органной музыки в Сочи. Концерт состоится 18 сентября. Сегодня прошла генеральная репетиция. Продолжит Татьяна Говоркова. Старинная, классическая, романтическая и современная целый экскурс по миру музыки представит слушателям польский органист Богдан Нарлах. Он хорошо известен в Европе и является председателем почетного польского музыкального фестиваля в Кашалине. В Сочи музыкант приехал накануне из Берлина. Это его второй визит в наш город. Казалось бы, зал и инструмент знакомы, но каждый орган уникален. Собой свой инструмент не привезешь, и каждый раз исполнителю приходится приспосабливаться к новым клавишам. Я уже играл в этом зале и могу сказать с уверенностью, этот орган чехословацкой фирмы Ригер Клосс – один из моих самых любимых. На таких органах голос звучит мощней, и акустика в этом зале самая для него оптимальная. Я уже вспомнил все нюансы и сегодня весь день репетирую. Наряду с произведениями знаменитых Баха и Гайдна в программе концерта и сочинения польских композиторов. Рожа, рожа, червяна. Прекрасным дополнением к органу станет сопрано Екатерины Богачевой и игра сочинского инструментального квартета. Концерт проводится при поддержке Польского культурного центра. Нынешний год юбилейный для знаменитого польского композитора Станислава Манюшко. И по просьбе Польского культурного центра мы включили его произведение в программу концерта, который исполнит как раз Екатерина Богачева. Это очень красивые, трогательные, хрупкие вокальные сочинения. Для квартета для нашего это будет дебют с Богданом, но тем не менее в предыдущих фестивалях он уже в подобной, так скажем, коллаборации выступал и с музыкантами из Германии, и с нашими органистами российскими. Поэтому форма довольно привычная, но этот союз возникнет впервые. В зале органа и камерной музыки этой осенью также выступят российские органистки, музыканты из Баден-Бадена и Венгрии. Международный фестиваль органной музыки продлится по 29 сентября. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Новый театр Сочи открывает сезон и начнется он со спектакля «Единственный наследник». Это пьеса французского драматурга Жана Франсуа Риньяра. Премьера состоится в субботу, а пока актеры репетируют. За творческим процессом наблюдала Инга Габешия. Если б я владел обеими руками, клянусь спасением души, уже б давно, любезный гость, я вышвырнул вас в окно. Это последняя пьеса Жана Франсуа Риньяра. Написал ее французский драматург в 1707 году. Отмечу пьеса в стихах. Действие происходит в парижском доме хилого старца Жеронта. Бесчисленная родня ждет его кончины, чтобы завладеть наследством. Но умирать старик не торопится. Напротив, готов жениться на юной красавице Изабелле, перейдя дорогу влюбленному в нее Эрасту, своему племяннику. Эраст с помощью слуг затевает интригу против дяди. Любовь или богатство, честь или плутавство, абсурд или здравый смысл, что победит и кто станет единственным наследником скряги. Об этом и поведают актеры нового театра Сочи. Главную роль в спектакле играет Ростислав Дубинский. Выпускник школы-студии МХАТ, игравший в разных театрах Москвы, теперь живет в Сочи. Театру Ростислав Михайлович отдал 48 лет жизни. Себя он считает больше комиком, поэтому и сочинскому зрителю готов дарить лишь позитив. Все то доброе, все то хорошее, все то красивое и интеллигентное, что люди могут получить, приходя в театр и приводя своих детей, наше будущее поколение. Я уверен в этом, уверен просто на 150%, что мы, артисты нового театра Сочи, постараемся дать, постараемся сделать. И если нам хоть немножко это удастся, я думаю, что вот в этом и есть наша какая-то, простите за такое громкое слово, ну, небольшая миссия, наверное. Искрящаяся весельем и юмором комедия «Единственный наследник» будет интересна и пожилым людям, и подросткам, и опытным театралам, и неискушенному зрителю. История, написанная учеником Мольера, не потеряла актуальности и сегодня отмечает руководитель театра. К слову, он тоже выпускник школы-студии МХАТ. Все меняется в этом мире, кроме людей и их отношений. А что нам важно? Важно найти понимание и сопереживание зрителя. Важно, чтобы это откликалось сейчас и здесь. Главный критерий театрального творчества – это когда живые люди разговаривают с живыми людьми. Они получают эмоциональное удовольствие и какую-то разгрузку, и пищу для ума, естественно. В наше такое непростое время прийти и послушать стихотворный текст, во-первых, а не просто бытовую речь. Это уже приятно. Актерский состав – самый что ни на есть профессиональный. Вся труппа, которая состоит из 12 человек с высшим театральным образованием. Есть среди них и сочинцы. В планах руководства – привлечь в театры звезд экрана. Согласие на сотрудничество уже дали Гоша Куценко, Денис Никифоров, известный по сериалу «Молодежка». Сыграть в спектакле театра Сочи пообещал и Ярослав Бойко, известный актер театра и кино. А вот Игоря Верника в Сочи пригласит его старший брат Ростислав Дубинский. Пока же муниципальный театр готовит премьеру. Состоится она 21 сентября в Малом театральном зале концертного зала фестивальной. Инга Габеш и Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Ну и на этом я с вами прощаюсь. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билай» на 76-й. Ну и в социальных сетях в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. И заходите на наш канал в Ютубе «Говорит Сочи». В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин